МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня вопрос звучит так. «Скажите, пожалуйста, есть ли в церкви священное таинство, которое снимает родовое проклятие? Как оно называется, это таинство, если ли батюшки его проводят?» Ну, вот такой вопрос поступил, очень интересный, потому что чем актуален этот вопрос? Когда вы приходите к целителям, вот есть так, ну, сейчас многие люди в это бросаются, вот в эту сторону, сейчас же их развелось только. В первую очередь, как правило, что они говорят? На вас порча. Все, это звучит магически. Это любого человека сражает, неверующего, понятное дело. Он все, у него порча. Или там родовое проклятие. Все. И тогда уже он в его руках, он, да, сейчас я вам помогу. И человек, значит, попадает в эти сети дьявольские очередные, и он начинает там вытворять такое, человек доверяется. Но если говорить церковным языком, вот это проклятие, ну, действительно, понятное дело, что оно существует. Порча – это не церковное выражение, а вот проклятие – да. И если мы бы читали Библию, если кто-то еще не читал, прочитайте, что говорится. Господь сказал, что там до седьмого рода в одном месте, седром до тысячного рода, будет проклят этот род. Мне говорят иногда, как это так? Отец Анатолий, ну, как это так? А дети-то при чем? Дети невинные. Почему на них это проклятие распространяется? О, Бог как позволяет? Да Бог ничего не позволяет. Господь сказал нам, а мы должны поступать разумно, чтобы этого проклятия не было. Если, например, революционер приходит, выводит детей, родителей, расстреливает их, издевается над ними. Этот революционер имеет семью, воспитывает детей. Неужели он их будет воспитывать религиозным в плане? Так вот, идите к батюшке, идите к церкви. Да никогда. Он расстреливал этих людей, верующих. Понятно, что он ребенку будет прививать эту ненависть. И ребенок заражен. У этого ребенка, когда вырастет, будут дети. И передается, наверное, с поколения в поколение это. У нас есть люди сейчас, вот в нашем обществе, которые заражены это еще заразой. Больше никак не развеешься. У нас зараза, действительно, это заразная болезнь такая, духовная. Которая ненавидит церковь, ненавидит священников, монашесующих. Я иногда спрашиваю, вот он ко мне подходит, и он прямо меня терпеть не может. Я ему говорю, я лично вас чем оскорбил? Вот лично. Вы меня лично ничем. А церковь что вам плохого сделала? Вот там лично. Вот что она у вас? Ему отобирала, как вы когда-то, там, ваши родители, может, отбирали. Что она вам сделала плохого? Ему сказать нечего. Ничего плохого не сделала. Ни церковь, ни священник, ни тем более Бог ему плохого ничего не сделал. Но он ненавидит. Его так воспитали. И он это принял всей душой. Пропитался этой мерзостью. Конечно, вот это и есть родовое проклятие. Человек живет в ненависти даже к тем, которые ему ничего плохого не делали. Да ради этого не проклятия. Это жизнь безумия у человека. Он проклят. Как можно выйти с этого состояния? Можно выйти одной только дорогой. Какие существуют таинства? Таинства, в первую очередь, исповеди, покаяния. Или, как уже я говорил в других передачах, примирение с Богом и с людьми, или с церковью, которая тебе ничего плохого не сделала. Но примирись ты. Просто даже примиряться, чтобы не было вражды по-хорошему. Но хотя бы ты покайся в том, что ты так относился. Потому что ты где-то нечестно относился к ним. Как ты можешь ненавидеть человека? Вот любой из нас. Я ненавижу его, потому что ненавижу. А вот за что? Ну, за что я первый раз его вижу? Ну, это же безумие, безумие. Как его высвободить от этого проклятия? Это же дьявольское воздействие такое проклятие на нем лежит. Понятно, столько крови было пролито, столько там ненависти, столько пакостей иногда люди делают. И это передается по наследству. Род проклят. Они страдают. От этой ненависти страдают. От их беса их там потом так же и мучает. Потому что он ненавидит всех. И его тоже. Он поиспользует, как я уже говорил в одной передаче, а потом будет мучать. И поэтому можно только одним способом. Отвязаться от этой ненависти, от этого проклятия. От отвязаться от этого беса, который тебе все время пытается настроить на что-то негативное, на отрицательное. Отвязаться от него, надо отречься. А отречься, ты не можешь в подвешенном состоянии находиться либо с Богом, либо с бесом. Но нет другого положения в этом мире. Либо свет, либо тьма. Вот нет другого положения. Ты не можешь быть добрым злодеем или наоборот. И поэтому надо отречься от сатанизма, от этого. И прийти к Богу с покаянием. И когда ты придешь к Богу с покаянием, просто признаться честно, что я был неправ. Что я действительно относился с такой ненавистью, с нелюбовью, даже мстил, некоторые мстят даже. Столько зла сделал людям невинным. И через покаяние, тогда, допустим, священник уже допускает, любой священник, покаяние принимает и в священном сане, и Ирей, и там, или епископ. Вот принимают они покаяние и допускают вас, если вы достойны к причастию. И когда вы причаститесь, соединится ваша душа с Господом Богом. Через кровь и плоть его. И только через это, и через это вот можно снять проклятие. Не надо ходить к колдунам, к всяким гадателям. Все они связаны с бесовской силой, потому что, ну, понятно, что они не по Библии это делают. Но они по Библии, значит, вне Бога, потому что Библия от Бога. Значит, они не Божьи. Поэтому притекайте к Господу Богу. И он сказал так, что любой ваш грех, как снег убелю. Вот такая у него власть, вот такая любовь. Спасибо вас, Господи. Спасибо.